И всем привет, ребят, с мастер-байкой, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посовещен долгожданным обновлениям. Я уж думал, что сегодня не будет никаких у нас списков обновлений, но наконец-таки список обновлений у нас появился. Если вам нравятся подобные роды видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас срок игры в аккаунтике установите ему личный такток Team P, дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего списка обновлений, то у нас появилось много информации. Обо всем по порядку пройдемся, ну и посмотрим, что же здесь интересного у нас написано. В эпические контейнеры добавлено новое устройство для вулкана магнитной ленты. Это устройство EMI. И изменен способ начисления звезд по результатам боя. Теперь максимальное число звезд, которые игроки могут заработать в бою, зависит от продолжительности боя. Бой должен длиться не менее 11 минут, чтобы игрок на первом месте мог получить 3 звезды. Если бой завершен досрочно, всего за 3 минуты, то никто не получит звезд из такого боя. Опачки! А это нерф штурма и быстрых боев. Жесткий причем нерф для биф дольше 13 минут. Например, в ивентовых режимах число звезд больше не ограничено 3-мя. За получасовой бой игрок на первом месте сможет получить 8 звезд. Добавлена возможность заработать дополнительную звезду за бой при игре через функцию быстрый бой. Таким образом можно заработать 4 звезды за стандартный бой или 8 звезд с премиум подпиской. То есть можно будет зарабатывать по 8 звезд, либо по 0 звезд, если катка будет идти менее 11 минут. Жестко! Очень жестко! Это значит, чтобы заданки выполнять, надо будет тратить еще больше времени. Получается так. Ну, либо, если фармить больше звезд, то можно быстрее пройти тот же челлендж. Но тут все зависит от того, насколько быстро будут заканчиваться бои. Добавлено отображение шансов получения каждого предмета из каждого контейнера на экране просмотра всех возможных наград. Шансы индивидуальны для каждого игрока, потому что учитывают все уже полученные из конкретного контейнера предметы. Шансы контейнеров завтрашнего дня также будут в игре. Исправлен бак, из-за которого клик на миссии после завершения боя мог приводить к зависанию клиента. Исправлен бак, клиент мог перестать работать при начислении предмогода через так. Используем бак, танк не уходил на респаун и камера оставалась на месте. Изменена геометрия для расчетов прицельных выстрелов у пушки шафт. Геометрия стала более грубой, но зато значительная экономия памяти. Изменены награды за периодические миссии, за выполнение ежедневной супермиссии. Три танкойнчика дают теперь. За ежедневные миссии. А, супермиссии. За выполнение ежедневных энкор-миссий. По одной звезде за каждую миссию. Опачки, новый фарм звездочек. За выполнение недельных миссий игрок больше не получает звезды. А, ясно. За выполнение недельных супермиссий. Три танкойна вместо 24. А, ну, все ясно. Я уже думал, что это фарм, а это нерв. За выполнение недельных энкор-супермиссий. Один редкий ключ вместо одного эпического. За выполнение недельных энкор-миссий. По одному стандартному ключу. В обычные эпические контейнеры добавлено следующее устройство в категории легендарных. Опачки, в обычные контейнеры наконец-то добавили устройство на корпуса. А это очень интересно. Это очень интересно. Это то, что мы ждем. Подрывники, спасатели и минерчики. В обычные контейнеры. Завтра как будто можно будет их уже фармить. Параметры модификации всех пушек корпусов от МК-2 до МК-7 повышены. Разница между МК и вооружением сократилась примерно в два раза. Измененность силы вооружения отражена в герскоре. О, завтра игра вообще не будет прежней, ребятки. Так, Эзида с устройством Феникса уже занерфлена. Уже занерфлены. Просто Феник-устройство занерфили. Я в шоке. Дальность луча на 5 метров. Эффект вэмпиризма на 5%. Шанс критического плюс 30. Затраты энергии на лечение теперь соответствуют стандартной Эзиде. Твинс радиус увеличен. Весь абсолютно вулкан урон увеличен. Гром. Скорость снаряда. Стало быстрее. Радиус тоже сплэша больше. Магнум сплэш больше. Гаус. Дальность поражения занерфилась. Перезарядка ускорилась. Так, неплохо. Терминатор занерфлен ракеты. Теперь джаггер не будет нагибать. Зато радиус поражения ракет здесь максимальный уменьшился. Минимальный увеличился. Овердрайвы. Время зарядки овердрайвов увеличилось. У всех корпусов абсолютно. Изменение максимального числа игроков. И краски с флагами. Так, краски с моноцветами. Краски с камуфляром. Оптимизирован трафик с сервера на клиент игрока в битвах. Время экспериментальная поддержка игры в браузере Safari. То есть теперь можно будет с завтрашнего дня играть на айфоне. Жесть! Просто завтра точная игра не будет прежней. Все овердрайвы меняются. Все балансы тоже у нас интересные меняются. Ну и добавляются замечательные предметы и устройства в обычные контейнеры. Которые можно будет уже с завтрашнего дня зафармить по вкусному. Пишите что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Если он вам был интересен и полезен. Также конечно же подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.